И снова как из кулис Находится Сергей Егоров Я нахожусь не в студии И начну Сегодняшнее Называется Пришествие на Патриарших Однажды весною А если точнее, то вчера В час Холодного и ветреного заката В Москве На Патриарших В прудах, естественно Появились двое Первый из них Одетый в зимнюю парку Джинсы и кроссовки Был среднего роста Упитан Это я показываю Егорову Он мне сообщил, что все окей Упитан и лыс На хорошо выберетом лице Отсутствовал страх Перед коронавирусом Второй был псом А может и котом Просто большим Полицейские задержали За нарушение карантина Первого запихнули в современный Воронок Он пожелал полицейским и их близким Скорого свидания с ушедшими Навсегда близкими И машина уехала в отделение Второй остался на улице Закурил И задумчиво наблюдал Как Аннушка поливает Все вокруг нефтяным маслом До тех пор, пока не появилась Женщина удивительной красоты С живыми, чуть косящими глазами В которых светилось Необыкновенное одиночество Женщина поманила Пса, хотя Скорее всего Это все-таки был действительно кот И увела по адресу 123 001 Город Москва Улица Большая Садовая Дом 10 Проход через арку Шестой подъезд Четвертый этаж Квартира, вы знаете Пятьдесят Нам осталось сказать Что задержанного Звали Иисус Воробьев И что сегодня не 1 апреля А 5 я повторю Он действительно Иисус Воробьев В его фейсбучном профайле А, я заглянул в него Фамилия Воробьев Пишется почему-то через твердый знак Хотя рядом стоит уведомление О двух высших образованиях Правда юридическом И педагогическом Хотя поскольку Родной язык для него Понятно арамейский То он мог не заменить И перепутать клавиш Об остальном Иисус Сообщает Скупо и мутно Окончил 101-ю Московскую среднюю школу Живет В Г. Москва Приехал из Г. Парижа В браке Помимо проповедования Иисус Воробьев Занимается Пошилом толстовок С собственным Лейблом Джизус Дизайн И мутрыми Хотя и матерными Надписями На груди И их продажей По шесть с половиной Тысяч рублей За штуку В том же профайле Сфотографирована Девушка в толстовке С надписью В которой Даже упомянули Кот Сообщается Кстати что его зовут Платоном Кот Платон Или Пес Платон Нашел две ошибки Не надо стесняться Быть охуенным В слове стесняться Отсутствует Мягкий знак Возможно Иисус его Просто ненавидит А последнее слово Начинается Не на А А на О Говорю это вам как филолог Что тоже можно просить Человеку Человеку ли Со стороны Скажем так Судя по последним Постам От Иисуса В его профайле Он готовится К суду сейчас О конфликте С полицейскими Не сожалеет Называет их Фашистами Готов идти до конца Общий смысл Путанных Высказываний Иисуса Воробьева Можно сформулировать Известным Платон не друг Но истинно дороже Странная страна Россия Мессия Наконец Еще до схождения Благодатного Огня Явился А вы его Воронок Ну вот У нас тут Тоже не все По уму Как вы конечно знаете Наш президент Я говорю О Дональде Трампе Сейчас После вчера Заявил что Не собирается Носить Защитную маску Против коронавируса Поскольку По его мнению Это не соответствует Его статусу Как лидера Соединенных Штатов Америки И свободного мира Это просто рекомендация Сказал он Я чувствую себя хорошо Я просто не хочу Этого делать Заявил Трамп Отвечая на вопрос Почему он не собирается Носить защитную Маску на фоне Широкого А очень широкого Я бы сказал Распространение Коронавируса Я лично хочу Чтобы руководитель Моей страны Пока он ее руководитель Был здоров И не путал Наши неокрепшие умы А их как выясняется Пугающе много В нашей стране Противоречивающими Друг другу Рекомендациями То носи То не носи То шарфы То шейте То не надо То выбирайте сами Сейчас самая Трагическая ситуация Конечно В Нью-Йорке Где из 115 тысяч Заразившихся Погибли к этой минуте 3600 почти человек 184 Смерти на миллион Населения Это статистика Третья в мире После Италии И Испании Иринойс Наш любимый На девятом месте 10 357 Диагностированных На 8 утра Сегодняшнего дня 243 В графстве Кук Самая неблагоприятная Ситуация В городе Чикаго В графстве Лейт По-прежнему Район Дирфилда И Хайрон Парка Вчера мы разговаривали С дамой Которая отсидела Две недели карантина И вышла прогуляться Никуда не заходила Ни с кем не разговаривала И через 4 дня Слегла с вирусом Отдельно опрошенные Врачи Не смогли Объяснить эту загадку Может Дама наступила во что-нибудь Может Темнит Может Почта Прислала Просьбу Ко всем Американская почта Прислала Обязательно Послушайте Посмотрите Там есть и аудио И визуальный вариант О том Что Конверты Которые проходят Через массу рук Нужно Вынимать из почтовых ящиков С помощью перчаток Потом В специальной Какую-нибудь Коробочку И ждать Они говорят 48 часов На всякий случай 72 Но мне понравилось Что почта говорит Не спешите Их открывать Обработайте Пусть они отлежатся Пусть вирус Улетучится Ничего срочного Все равно Вам не пришвет Сообщает Наша почта Ну ладно В любом случае Здоровье Этой даме Лично я После передачи Иду гулять Потому что У нас тут по-моему Зима уже потеряла Дирижерскую палочку И хотя пока Еще прохладно Во вторник Обещают 25 градусов Поцельщик Коротко о спонсорах Первого часа Нашей передачи Поскольку Помирать нам рановато А планировать Не поздно Никогда Присмотритесь к возможности Приобрести квартиру В Лейксайд Вилыч оф Огбрук Там классно Сидя дома Можете посмотреть На эти квартиры На сайте Тройное W Лейксайд оф Огбрук Даткам А потом Когда все кончится Сможете увидеть все воочию Появятся вопросы Звоните прямо сейчас 630 932 3 3 Извините 932 4 4 4 5 Там разговаривают на всех языках Кроме фарси А Либерти Ресторейшн Групп Бесплатно произведет оценку Повреждений крыши Вашего дома Там у меня стояло Повреждение вашей крыши Я сделал крыши вашего дома Нужно будет ее заменить Без проблем Восемьсот Имеется ввиду крыша Вашего дома Если у вас есть крыша Уже ничего не меняйте Пока не кончится Я имею ввиду другую крышу Восемьсот Восемь восемь один Пятьдесят семь сорок Инфо Эт Либерти Арджи Даткам Все Остальную рекламу Во втором части Вам будет Пропагандировать Сергей Егоров Близится Еврейская Пасха Товарищи Восьмого апреля В Диаспоре А за ней Последуют Католическое Двенадцатого И православное Девятнадцатого Каждую мы отметим И в рамках Позитива И за столом Потому что на карантине Мы рьяно Отмечаем вообще Все праздники Вот сегодня Вот держу пари Вы не знаете Сегодня Можете проверить Международный День супа Вы не ослышались Супа По этому поводу Мною заранее Была приготовлена Соляночка Но ее съели За три дня Ели правда И сегодня Теща будет Варить овощной суп Но все равно Суп Суп сегодня Должен присутствовать Потому что Понимаете Заранее нужно готовить Потому что ко всем праздникам Нужно готовиться А к таким Как Пасхе И подавно Кстати кто не любит суп Тот может сегодня Отметить День независимости Боснии И герцеговины И ее то все любят Правильно И быстрое обращение К другу Поскольку надо спешить На Канарах Уже Девятнадцать часов Десять минут И может быть Мой друг Дмитрий Анатольевич Не может найти повода Так вот Дмитрий Анатольевич Если бы ваш папа был бы католиком То у него сегодня Были бы именины Но лично я считаю Что отметить Все равно нужно А тем более Что вы находитесь На католической территории Канары Это часть Испании Вот так Для многих незаметно Мы оказались в Испании В канун еврейской Пасхи Для тех кто не в курсе Иудеи отмечают этот праздник Строго В честь исхода Из Египта О чем я В неортодоксальной Обещаемой манере Расскажу в ближайшую среду Но исходов В истории Этого любопытного Я бы даже сказал Нашего любопытного народа Было много Из Испании Так вообще их было несколько Поэтому Вашему вниманию Сказ про марранов Однажды Мы оказались На юге Испании В дни еврейских праздников Моя жена Наполовину русская Она вечно отвлекает меня От молитв Как раз Тогда Когда во мне Пробуждается Дух самаритян И караимов Хочу на фламенко Повторяла она Плаксивым голосом На утреннем пляже Пуэрто-Бануса На фламенко Хочу Так ты не приближишься К истине Говорил я Вкладывая Тору Борись С искушением Не ешь Плоды с древа Познания В них соседствуют Добро и зло Неотличимые друг от друга Говорил ей Хоть раз Попробуй сказать Змею нет Это ты скажи Змею нет Сказала жена Вон вчера После встречи с тобой Унесли Тодора Живкова Не Тодора Живкова А здравка Тодорова Сказал я И не я Вызывал его На соревнования Короче Вечером Мы поехали на фламенко В небольшое кафе На горе В Марбелле В конце тяжелого Подпускным меркам дня После двухчасового тенниса Восьми килограммовой Километровой Пробежки по пляжу До обидного по этому Обильного ланча И увы Действительно Затянувшегося Диспута Со случайным партнером По теннису Неким Сережей Из Серпухова Во время Диспута Сережа ругал Президента Путина И сетовал По поводу жены Утративший По его словам Интерес к нему Сереже После появления Внука Причем Речь шла не только О сексуальном интересе Но и вообще Об интересе как таковом Постепенно Привезенная им Бутылка Белуги Пустела И все обличительно И становилась Его речь И даже получалось Что Путин И жена Сережи Действует коварно Планомерно А главное За одно В частной цели Доведение его Сережи До чертиков Я сказал Что до чертиков Его доведет Все таки Водка Что хватит ему Спаивать еврейский народ И подарив книжку Ушел в номер Забывшись Беспокойным 40 минутным сном Я почему-то надеялся Что уж Моя-то жена Войдет в положение И не станет Будить меня Но тщетно Я был разбужен Умыт Одет И посажен за руль Дело в том Что Когда моя жена Рисует у себя В воображении Романтический ужин С мужем При свечах На какой-нибудь Средневековой площади Под звон каких-нибудь Колоколов Сири волнуется Сири заволновалась Так вот Под звон каких-нибудь Колоколов Да только ужасный теракт Может разрушить Его планы Ее планы Но в итоге Мне пришлось признать Что она снова Оказалась права Ужин Действительно Оказался Романтическим Площадь была чудесной Колокольный звон Оглушительным А вино волшебным А официанта Вот помню Звали симфони Я даже помню Что он объяснял Почему его так назвали Но сейчас уже забыл Извините Последний раз Я смешивал водку и вино Очень давно До этого На борту роскошного Лайнера Ошеания Это было у берегов Бразилии Когда мой попутчик Мы с ним познакомились При посадке На этот лайнер Форт Лоттер Или еще Так вот Его звали Володя Он из Майами Вообще он Урожденный Ленинградец И вот он Мы Отдыхали У него на балконе В Ошеании Он увидел Он сказал Посмотри Кит В финском заливе Чтобы был кит Он увидел Как из глубин Финского залива Я повторю Это было между Форталезой И Рио-де-Жанейро Где-то Выныривает Летающий кит Из финского залива И совершает Фигуры высшего пилотажа Прямо над нами И он так смотрел на него Володя Попытался Перегнуться Через перила Балкона Чтобы воспарить Очевидно С китом Но тут был Сбит Своей бедительной женой А я так Испугался Честно говоря Что раз Но не навсегда Отказался От смешивания Двух напитков И вот в Марбелле Это случилось Я был оживлен Люди продолжают Люди продолжают Писать Ответим Во втором части Я был оживлен И смешил Жену Признаниями В любви И потом Я сказал До Фламенко Целый час Я уже говорил тебе Что во мне Проснулся Дух предков А не отсюда Я могу это доказать Ты знаешь Что я здесь Что я здесь Впервые Так вот Если мы пойдем Мне кажется Напрямо Потом Свернем налево То выйдем На небольшую площадь С небольшой же церковью Оттуда Надо будет пройти Маленькой улочкой Направо И практически В тупике Мы увидим Небольшой Двухэтажный дом С четырьмя Балконами И черепичной крышей Там Жили мои предки Сказал я ей Недоверчивая Решана решила Что прогуляться В любом случае Имеет смысл Мы пошли По озвученному Мною маршруту И уткнулись В двухэтажный дом С четырьмя Балконами И черепичной крышей Первый этаж Занимал Ресторанчик Как это возможно Спросила А меня Когда Дар Речи Вернулся Дежавю Сказал я Пепел Сефардов Стучит в мое сердце Как сейчас Вижу Своего пращура Бережно укладывающего Тору В повозку В апреле 1492 года Ровно 528 лет назад Саша Серьезно А если Серьезно Сказал я То Игорь Гройсман Саше Крушевским Пыли тут в мае И нарисовали план Как пройти к этому Ресторанчику Я его запомнил Тут по их Мнению Великолепная Риоха Здесь Я должен Не до того Оставить красавицу Жену с бокалом Благородного вина Сидящий За столиком И упрекающий меня В способности Складно врать На протяжении Уже почти Сегодняшнего дня 37 лет Совместной жизни И кое-что Вам разъяснить Я как-то Уже рассказывал О том Что Изабелла И Фердинанд Как советские Институтские Пособия Почему-то величали Фернанда Арагонского Выгнали евреев Я сознательно Тогда допустил Не точность Чтобы подчеркнуть Антисемитизм Вельмож Отправивший Кстати Еврея Об этом я сейчас скажу Колумба На поиски богат Индокитая Между прочим В отличие от некоторых Я правду говорю То есть выгнать Они их выгнали Но не всех А только тех Кто не захотел Принимать христианство Тех кто принял Называли Конверсос То есть Новообращенными Католические священники Не без оснований Надо признаться Подозревали их В том Что дома Они тайно Соблюдают Иудейские обычаи И прививают Своим детям Любовь Не к Иисусу Христу Упоминаемому Суя Не дай Бог Уже в седьмой раз Сегодня А к Яхве Но еще Ужаснее Что Многие Конверсос Выбились в люди Настолько Что стали занимать Ведущие места в армии Торговли Казначействе И даже при дворе Вам это ничего не напоминает Кстати Священники Придумали Выкрестом Оскорбительное прозвище Мораны Что означало Свиньи Периодически Проходили Погромы Моранов Прогоняли Но армия Теряла Тут же Боеспособность И дисциплину Торговля херела Казна Пустела А двор знавал Без интриг Любовных приключений Евреев Зазывали обратно Но просили Не высовываться Не высовываться Получалось Плохо И снова В обществе Зрел праведный гнев Евреи Успокаивали Общество Терпели Зависть И стойко переносили Погромы А если и отлучались То в экспедиции Кстати Открытие Америки Обязано этому Обстоятельству В первую очередь Вот что пишет По этому поводу Известный Исследователь истории Европейского еврейства Ефим Макаровский Причем Макаровский Как в свое время Валентин Пикуль Их немножко Разнит талант Точнее Талант Есть у обоих Но у Пикуля Он как-то Основательный Из Римии Так вот Макаровский Как и Пикуль Пишет так Словно был очевидцем Описываемых Событий Цитирую 2 августа 1492 года Ночь Точка Тишина Палос спит Палос Город такой Таверны Наглухо закрыты Не светят окна бардаков Пишет Товарищ Макаровский Современный Человек На темных улицах Не слышен топот матросов Я Сохраняю Все И стилистику И все Не слышны и пьяные Возгласы в порту Матросы спят Тяжелым сном Конечно Какой же может быть Сон матросов На кораблях По утру Отплывающих На поиск нового пути В Китай Но почему Традицию нарушил адмирал Нет Но почему Адмирал нарушил традицию Ну ладно Он так пишет И в ночь перед отплытием Не дал повеселиться морякам Запрет на ночь Последнего загула Был вызван тем Что Величество Фердинанд В солнечной гранаде Я об этом не знал В одном из сказочных залов Альгамабры 31 марта 1492 года Подписали эдикт Об изгнании евреев Это мы готовимся к пасте Чтобы вы все понимали Каждый еврей Не принявший христианство И схваченный На испанской земле После 31 июля Подлежал смертной казни А у Колумба Почти вся команда Состояла из евреев 3 августа 1492 года Они покинули Испанское побережье В поисках новых земель А 12 октября Еврей Луис де Торрес Переводчик Морана Христофора Колумба Первым вступил На американскую землю В кавычки закрылись И далее Кавычки Снова открылись То есть цитата Христофором Колумба Христофором Колумба Нарекли Родители евреи Надеясь таким образом Облегчить судьбу Новорожденного Морана Чтобы добиться Разрешения Наслежения экспедиции Колумб активно Использовал связи Влиятельных Моранов Того времени Министра финансов Дона Исака Карбонеля Проверьте Это все так и есть Генерала Аврама Закуто Какая-то украинская фамилия Королевского Равина Кастилия Абрама Старшего Канцлера и контролера Королевского Хозяйства Луиса де Сантангеля Управляющего Коммергера двора Хуана Кабрера И других Высокопоставленных Евреев За Колумба Просил даже Будущий Генеральный инквизитор Диего Дедеза Который Несмотря на свое христианское рвение Вырос в семье Принадлежавшей Каудейской вере Генеральный инквизитор Диего Дедеза Дедеза И чтобы окончательно Добить вас Сомневающихся А это все Чистое абсолютно Правда Я приведу Цитату из Гейна Генфюгейна Вы же верите Вот цитата из Гейна Только евреи Дав своим кораблям Такие имена Как Пинта То есть Крашеная Нинья То есть Детка Мэри Галланты Мэри Шлюха Которую уже Колумб По ходу плавания Переименовал в Санта Марию Но судно для экипажа До конца оставалось Именно Мэри Шлюхой Могли не взять с собой Ни единого священника И даже ни одного монаха Могли пуститься в Тар-Тарары К черту на рога Отрываясь от континентальных берегов Далеко на запад Гейна А название Синагог В Толедо мы там были Все эти Санта Мария Лабланко И Дель Транссито Которые до этого назывались Нормальными Иудейскими именами Короче поедете в Испанию А вы обязательно поедете Потому что все кончится Мы выживем Поедем по миру Все смотреть Сначала конечно в Америку Чтобы поднять экономику А потом туда Понюхайте ее А вот Кого между прочим Изабелла и Фердинанд Действительно выгнали Так это арабов Этим тоже предлагали Отступиться Пророка Но они В отличии от евреев Не согласились И просто обещали вернуться Что в последнее время Прилежно И делали до прихода Коронавируса Так что Ради исторической справедливости Не стоит особо Идеализировать Беспринципных Евреев Испании Ну и Упрекать их Я бы тоже не стал Если бы Евреи вообще Не были бы такими Мягко скажем Гибкими То их бы просто не было А так Они есть В том числе и в Испании Здесь даже один Тарадор еврей Вернее был Потому что Кориду запретили Сейчас он продает Недвижимость Между прочим Бывший Тарера Мы там с него Познакомили Живет в Марбелле И в Синагугу не ходит Потому что Сегодня в Марбелле Синагуг нет Мы хотели Отпраздновать там Пасху Но выяснилось Что существует Только еврейский центр Комнатка 8х8 Марчик с Белочкой Знают об этом Мы были вместе тогда Центр Собирался Снять место Для вознесения Молитвы Всевышнему В одной из начальных школ И просил На своем сайте До 6 апреля Выкупить билеты По 40 евро Заранее Судя по тому Что мероприятие отменилось Желающих не нашло И мы вчетвером Отметили это событие В ресторане Который назывался Вилла Тиберия В отметку Тому самому Что в ранге Кесаря Преследовал Древнеримских евреев На стыке Р Танец С которым У большинства людей Ассоциируется Испания Возник здесь В Андалусии Напоминаю Мы с женой Отправлялись И дошли таки До Фламенко В Андалусии Или как называют Регионы Его жители В Андалусии Правильно говорить Фламенко Родилась под влиянием Культур народов На протяжении веков Сосуществовавших На одной территории Арабский Еврейский Кристианский И цыганский Причем как Рассказал мне Великолепный его знаток Синьор Мануэль Франканетти Я о нем пару слов потом скажу Особенно еврейский И цыганский Я вам обязательно Расскажу об этом человеку Он очень интересный Но сначала Нужно вернуться к жене Потому что уже Недолго мы ее оставили Она Напомню Я ее оставил За ресторанным столиком В предыдущих вовек Марбелли вообще Состоит из набережной Пляжа Парков Скульптур Сарабандора Дали Плиточных мостовых Голубого неба Но более всего Марбелли состоит из ресторанов Рестораном тесно В помещениях На традуарах Столики в старом городе Часто выставляются Прямо на проезжую часть Если подъезжает машина Выходят четыре официанта Двое приглашают Встать И подхватывают ступни Потому что Вежливые Другой двойт Бережно приподнимает И уносит стол На традуарах Машина проезжает Все производится В обратном порядке Автомобиль здесь Здесь проезжают Достаточно редко Но 2-3 за 15 минут Точно Официанты не ропщут Выполняют процедуру Невозмутимо Что удивительно Не пыхтят И ужинающие Все хорошо Но за нашим Отдельно стоящим На площади Столиком События начали принимать Характер Фолклендского Я бы сказал конфликта Дежавю Дежавю Злилась жена А я поверила Иногда И с годами Все чаще Моя жена Расстраивается Из-за каких-то пустяков Вроде Дежавю Или длинного Светлого Волоса На моей теннисной ракетке А еще бывает Джамевю Сказал я Уклонившись Отброшенные ею маслины Джамевю Ну погоди Сказала она И бросила снова Гугл И запальчиво Сказал я Джамевю Это состояние Когда человек В привычной обстановке Чувствует, что он Это относится не только К обстановке Но и к людям Вот например ты Мне иногда кажется Совершенно незнакомый Мы допили вино И пошли на Фламенко И так я повстречал Этого самого Мануэля Фронтенетти Я стал приставать Нему с расспросами И испанец Неожиданно обрадовался Оказалось Все приходят Только посмотреть Послушать и выпить Я пришел сюда Не для того Чтобы выпивать Сказал я честно И добавил Я больше не могу Мануэль Ко мне шепнула Они явно Из Мадрида Или из Барселоны Очень красивые Хай Скала блондинка Поколебавшись А Седовласый Вальяжный Сказал спутница Бухалова Входит в сцену Че будешь Шампанское Шампанское Ответла Блондинка Ну тогда Добрый вечер Сказал я Добрый Сказал Седовласый Потеплевшим волосом Это моя жена Александра А я Сергей А у нас все наоборот Почему то сказал я В смысле не понял Седовласый Я Александр А вот это указал я на свою жену Сергей Седовласый не удивился Ну тогда Как я понимаю Вискарек Не могу Сережа Я уже с одним Сережей пил днем А потом вот с этим Вот вечером Через минуту Женщины щебетали И пили шампанское Блондинка жаловалась На скуку В Марбелле хвасталась Дискаунтами Карточками С того подошел Официант Я заказал Минеральную воду с лимоном А Седовласый Бутылку виски В цену входит Два любых напитка Сказал официант А я хочу бутылку И два красивых стакана Сказал Седовласый официант И добавил указав на меня Этот будет Короче К моменту появления Бригады фламенкоцев Нам четверым Было уже хорошо Ко мне не дожидаясь Перерыва подсел Синьор Мануэль И стал объяснять И казалось Цыгане прибыли в Испанию В 15 веке Из Византии И за неполный век Впитали в себя Еврейские Арабские Музыкальные Традиции Затем они соединили их Со своими собственными И создали Фламенко Их гоняли так же Как евреев и арабов Так что лишь В 18 веке Фламенко вышла на свободу И заоевала популярность Пятеро цыган Вернее Два цыгана И три цыганки Выступали пронзительно В их танцах и песнях Сережа номер два Очевидно Узрел их Мохнатого шмеля И душистый хмель И белую цаплю в камышах Потому что По его щекам Катились натуральные слезы Синьор Моря Там Жена Повела меня Смотреть статуи Сальвадора Дали В городском парке Помню, что У одной из них Я задремал Испанские люди Не столько степиемны Как итальянцы Но Уставшим велосипедистам Без проблем Наливают кофе Так что Я придержался До вечера А вечером Мы нашли Ресторан с видом На закат Который принадлежал Русскому человеку Из Воронежа По имени Александр После пафосных Лос-Бандитас И Пикассо В Кварте-Банусе Здесь было тише И привычнее Многих указанных Мини-блюд В наличии Не оказалось Александр Был грустен И сообщил Что вскоре Закроет бизнес Все плохо Сказал он Надо валить Попробуй открыть Цыганский ресторан Сказал я Например Айнене Никаких заград Блюда можно красть Из респектабельных Ресторанов Расположенных По соседству Персонал Должен быть одет В стиле На лохмотье А официантке Подходить в атаке С детьми Фишка Может быть Гадание по меню Ха Сказал Александр Не поможет Скоро настанет Жопа Сказал он Вот как в воду глядел Вы знаете Мы забыли 31 марта Это переход Отметить День рождения Моего любимого писателя Вы ни за что не догадаетесь Кто является моим любимым писателем Корней Иванович Чуковский Ведь это был Видающийся мастер культуры В жанре ужасов Например он опередил Брэма Стокера Шерли Джексона И самого Вида Хичкока На много-много лет Вот не верите Тогда для вас По традиции Вы уже знаете У каждого воскресенья У нас Урок Забавного Я бы сказал Или мне так кажется Может быть Литература летни В 1916 году Корней Иван Чуковский Написал свою первую сказку Под названием Крокодил И многим сразу стало понятно Что в литературу Пришел неординарный человек Дореволюционные дети Были глубоко Травмированы Историей Про милую девочку Ляли Милая то она была милая Но конечно страдала Душевную болезнью Прямо скажу Паранойя страдала Стоило и выйти На центральную улицу Петербурга Как ей грезились Животные Которые там не живут Потому что это Петербург Все таки Позднее кстати Синдром Ляли Страдали и Поэты И Борис Игорь Нечуков Который взял стихи этих поэтов И пел про Золотой город В котором гуляли Животные В невиданной красе Но первой все таки была Ляля Корней Ивановича Чуковского Вот смотрите Милая девочка Лялечка Это цитата С куклы гуляла она И на Таврической улице Вдруг увидала слона Боже какое страшилище Ляля бежит и кричит Глядь Перед ней Из-под мостика Высунул голову Кит Лялечка плачет И пятница Лялечка Маму зовет Вот явно Молотя О которой я Рассказывал вам В истории с китом Возле форталеза На лайнере ошейне Читал в ответ Эту сказку Отложилось Конечно Ситуация в России В те времена Была не ахти Ну вы помните Верхи не могли Там не за не хотели И поэтому Все они были жутко депрессивными Видимо Корней Ивановича Тоже коснулся этот кризис Потому что Он писал Конечно очень мрачно Очень Но удивительно Что всем И особенно детям Эта мрачность Как раз и понравилась Тут самое время Признать Что Чуковский Хоть и пугал детей Делал это мастерски И у него много Украли в Голливуде Вот смотрите В 1933 году Мэриан Купер Эванс Шоцак Сняли фильм Кинг Конг А повторю В 1916 году За 17 лет до этого Корень Иванович Написал Следующие строки Дикая горила Лялю Утащила И по тротуару Побежала вскач Выше 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 Вот она на крыше На седьмом этаже Прыгает как мяч На трубу вспорхнула Сажи зачерпнула Вывозила Лялю Села на карниз Села Задремала Лялю Покачала И с ужасным криком Кинулась вниз Ну что вы скажете Американцы наглым образом Вставили этот эпизод Причем один в один и целиком В свой фильм А Чуковскому ни черта не заплатили Хотя он в это время был жив здоров И продолжал стращать советских детей Путем сочинения ненавязчивых колыбельных Закрывайте окна Закрывайте двери Полезайте поскорее под кровать Потому что злые Яростные звери Вас хотят на части На части разорвать Понятно почему его Древолюционное творчество Нравилось Йосифу Виссарионовичу Сталину Хотя позднее В 1923 году Корней Иванович случайно дал Весьма точный портрет Йосифа Виссарионовича В сказке Тараканище Вдруг из подворотни Страшный великан Рыжий И усатый Таракан Он рычит И кричит И уж сами шевелит Погодите Не спешите Я вас мигом проглочу 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 Не помиловал Далее Чуковский Прозорливо Вывел в своем Произведении И троцкистов Только раки Забияки Не боятся бою драки Хоть и пятятся назад Но усами шевелят И кричат Великану Усатому Не кричи И не рычи Мы и сами Усачи Можем мы сами Шевелить усами И назад еще дальше Попятились Но был жив еще Ленин Тараканище было изгнано В 1923 году А написано так вообще В 1921 И Сталин не имел Такой уж Колоссальной власти В то время Так что в тот момент Чуковскому все Зашло в рук С рук А Иосиф Виссарионович Внимательно потом Простудировал Тараканище И решил что будет Действовать упреждающе Для чего Придумал концепцию Врагов народа Которую Ликвидировало много Воробьев, сорок И даже орлов Но особо досталось Конечно Влекопитанище Чуковский Поверьте Что это не так И нельзя интерпретировать Интерпретировать эти стихи Таким образом То есть Многие из нас Совершенно напрасно Уважали Чуковского За смелость В которой он написал Тараканище Во-первых От Сталина в те времена Еще пахло можжевельником Таруханского края А во-вторых И в главных Чуковский Сталин действительно Любил и уважал Заблуждался Ну мы конечно Отвлеклись Напомню что тема Нашего сегодняшнего Урока Лидии Рудоровения И этого конкретного Эссе Творчество Корнея Ивановича Чуковского Как пример взаимосвязанных И перекрывающих Друг друга Психопатических Расстройств Могли например Нормальный человек Написать в детском стихотворении Внимание Внимание Просим закрыть Все форточки Окна и двери Из зоопарка сбежала Дикая обезьяна Или Закрывайте Окна и двери По голову По городу летает Белая простыля В следующий раз Ты окна не закрывай А залезь под кровать Дети верили Что опасность реальна Поскольку взрослые Герои Чуковского Реагировали Как на реальную Эту опасность Папа схоронился В старом чемодане Дядя под диваном Тетя в сундуке Теперь перейдем К Майдадеру Идея хорошая Особенно во время Коронавируса Но Чуковский Снова решает Применить Излюбленный метод Запугивания И унижения Человеческого достоинства Вдруг из маминой И спальни Кривоногий И хромой Выбегает умывальник И качает головой Ах ты гадкий Ах ты грязный Неумытый поросенок И видя Что оскорбления Не действуют Майдадеру Начинает использовать Тактику Угрозу Если топну я Нагою По зову Моих солдат В эту комнату Толпою Умывальники Влетят И залают И завоют И ногами Застучат Тут конечно дети Понимали что дела Принимают дурной оборот Потому что если Один тем более Кривоногий И хромой умывальник Победоносно Выбежал из маминой То шансов справиться С кучей умывальников Практически нет Тем более что Детьми уже прочитана Муха Цикатуха А там А злодеи то не шутиют Ноги Руки Он мухи веревками Крутит Зубы острые В самое сердце Вонзает И кровь Из нее выпивает Я вообще не знаю Есть ли в мировой литературе Примеры кроме русской Детская литература Вот С такими делами Люди Я не понимаю Хотя я их понимаю И поэтому разбираю Кстати цикатуху Прочитал Владимир Владимирович Набоков И оставил Потомкам Отзыв Не детское Это чтиво Сказал по этому поводу Автор лолиты Я уже Владимир Владимирович В этом понимал Жуткие коллизии Разворачиваются Буквально в каждом Произведении Корнея Ивана Чуковского Детей калечат Буквально Через строчку При этом Поразительно равнодушно Ведут себя Родители Вы знаете Лишь В Айболите Только в Айболите Мама решает Обратиться За медицинской помощью Например Распустившая Своих детей Зайчиха Испытывает Раскаяние даже По поводу Своего личного Материнского Недосмотра И довольно эмоционально В красках Рассказывает доктору Историю болезни Своего человека Мой зайчик Попал под трамвай Мой зайчик Мой мальчик Попал под трамвай Он бежал по дорожке Ему перерезала ножки Гиппопатамша На вопрос Айболита Чем заболели ее дети Скороговоркой Привычно перечисляют Да-да-да У них ангина Скорлатина Холерина Дифтерит Аппендицит Малярия Бронхит Отдадим должное Айболиту И обратим на это внимание Наших американских Терапевтов Даже не сделав Попытки Выяснить Какая именно У гиппопатамов Медицинская страховка Добрый старый доктор Твердя лишь одно слово Лимпопо Помчался Выручать Пациентов Которые Судя по перечисленным Высшим болезням Были уже безнадежными Тем более Что у маленьких Бегемотиков Обнаружилась еще и коль Но Айболит Вылечил всех Шоколадом И в особенности Гоголем-моголем Гоголем-моголем В детстве Лечили и меня Из чего я делал Вывод Что мои родители Находились под громадным влиянием Чуковского Особенно Когда в него добавляли Не в Чуковского А в Гоголем-моголем Естественно Лимон и рыбий жир одновременно Родителям казалось Что желток с сахаром И лимон Отобьют омерзительный запах Рыбьего жира Но он не отбивал Странно У обоих из них Было У обоих Было медицинское образование А значит Они давали Кляпу Кляпу Гиппократа А там Клянусь Аполлоном Врачом Осклепием Гигии и Панацеи По-моему так Всеми богами и богинями Беряя в свидетелей Что направлю режим больных К их выгоде сообразно С моими силами И моим разумением Воздерживаясь От причинения Всякого вреда И несправедливости И эти люди Тыкали пальцами Эболита Заставляя меня поглощать Этот ужасный Гоголь-моголь Эболит Самая светлая Сказка Корнея Ивановича И видно Именно поэтому Он сам ее недолюбливал Реваншировался Он в Бармалее Где до конца Раскрыл Африканскую тему В Африке Разбойник В Африке Злодей В Африке Ужасный Бармалей Он бегает по Африке И кушает детей Гадкий Нехороший Жадный Бармалей Он страшными Глазами сверкает Он страшными Зубами стучит Он страшный Костер зажигает И страшное слово Кричит Карабас Карабас Пообедуй сейчас Возможно такая странная Манера написания Детских сказок Объясняется тяжелым детством Корнея Ивановича Тем более что он Вовсе не Чуковский Мамаша будущего Детского поэта И это тоже правда Полтавская крестьянка Екатерина Кернейчук Работала прислугой В семье Зажиточного Петербургского еврея Эммануэля Соломоновича Левенсона Это чистая правда Вы можете Проверить Эммануэль Соломонович Наблюдая за тем Как Катька Моет павы Воспылал К ней Страстью понимаете И склонил К совокуплению Катерина Понесла При рождении Мальчику были даны Имя Николай Отчеству Васильевич В честь крестного отца А фамилия Корнейчуков К чести Эммануэла Соломоновича Он некоторое время Помогал Соблазненный Имя Екатерина Осиповна И своему сыну Но жена господина Левенсона Прознала грехи Мужа каким-то образом И устроила ему Вырванные годы Так что мы зря Похвалили Вообще-то Эммануэля Соломоновича Он оказался обычным Самцом походливым И даже Убоявшись гнева супруги Не соизволил Купить любовнице И сыну Билеты до Одессы Куда они сбежали Поэт позднее признавался Что очень страдал От того Что был незаконно Рожденный Может быть Вот все это То что я вам цитировал Имеет фундамент Как раз оттуда А может На творчество Корнея Ивановича сказалось Не только это Но и травля Которой он подвергся В 30-е годы Причем инициатором Этой травли Была чудесная женщина Которая посвящена Множество анекдотов Надежда Константиновна Крупская Известно что Ее накручивала Подруга и конкурент Чуковского Агния Барто Которая Хотите верьте Хотите проверьте Перерождение было Вовсе не Агнией А Гетель 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 Лейбовной Воловой Другой фамилия Обзавелась Когда вышла замуж За поэта Павла Барто А как она Из Гетель Лейбовны Стала Агнией Я не знаю Но кроме Чуковскому Попила слово Самая настоящая Гетель Лейбовна Так что Все они там были Кроме Крупской Хотя я в этом В конце Конечно не уверен Под занавес Несколько слов Чтобы вы не расслаблялись CNBC Со ссылкой На данные Независимой организации Fair Health Сообщает Что тем Кто попадает в госпиталь С диагнозом Коронавирус Придется заплатить От 43 до 75 тысяч долларов В том случае Если у них нет Медицинской страховки Или Если их Страховая компания Решит Что полученная Ими медицинская помощь Не входит В перечень услуг Положенных По их страховке Также отмечается Что за нахождение В больнице В течение 6 дней Почему 6? Пациенты без страховки Заплатят 73 тысячи 300 долларов А те кто застрахован 38 тысяч 220 долларов Система медицинской помощи В нашей стране Такова Что многие миллионы Американцев Не имеют вообще Никакой страховки И кто и за какие деньги Будет их лечить Недуга Пока неизвестно На эту тему Во время своего Ежедневного Брифинга В Белом доме Высказался вчера Дональд Трамп Он сказал Мы стараемся сейчас Привести новые правила Через конгресс Чтобы утвердить Спасибо ему Процедуру Которая позволит этим людям Получить деньги И расплачиваться Ими за лечение Потому что Прежние законодательные акты В такой ситуации Не работают Учитывая Какой в нашей стране Бартак А он объясним Потому что ничего подобного С миром И с нашей страной Не случалось Вот уже более ста лет Так вот Пока в стране бардак Наверное лучше ничего не принимать И чтобы не попадать в госпиталь Лучше руки мыть И не дурить Чтобы не заболеть А на закуску вам Новое стихотворение Игоря Губермана Обманув Массатовскую пробу Отключив Локацию И сим Выхожу Один я На дорогу И ползу Крадучись В магазин В небесах Торжественно и чудно Кватрокоптер Кружит Надо мной В полицейский Рупор Зло и нудно Он рычит Немедленно Домой Уж не жду от жизни Ничего я То ли живу я То ли я Дорожу И теперь здороваюсь Ногою И ногой Машину Завожу Ею Кнопки Нажимаю В лифте Ею Женскую Ласкаю грудь Перед этим Битый час На лифе Три крючка Пытаясь Расстегнуть Перед сном Ногою Алкогелем Обливаю Мебель И семью Чтоб потом Любимую Взлелеем Тихо спать Как Лермонтов Эмью Приподнял Натружную Ногу Звезд Не видно Через Тюльгардин Ночь Тиха Пустыня Внемнет Богу И Луна Ушла На карантин Это был Игорь Губерман Меня зовут Александр Эдман Разбавивайте Все Сергеем Егоровым Я прощаюсь с вами До завтра А штурвал Я уверяю Надежные руки Сергея Егорова Который Находится в студии 1240 И именно на эту волну Я рекомендую вам Переключиться Сейчас Но пасаран До завтра До 11 утра Продолжение следует...